Увидел обратную связь по инвестициям на ИИС, соответственно продолжаем эту рубрику, у меня отличные-отличные-отличные новости. Тинькофф обновил отображение инвестиционного счета, это брокерский счет, совмещенный, я так понимаю, с индивидуальным инвестиционным. Я вывел отсюда все свои инвестиции на брокерском счету, вот остались инвестиции на ИИС, однако мы можем выбрать отдельный счет и здесь уже посмотреть аналитику по нему. Обращаю ваше внимание на историю, значит что происходило с этим счетом, я вывел с нуля за все время с августа 2020 года, то есть скоро уже будет как год, что я введу индивидуальный инвестиционный счет и последний месяц, чуть больше чем месяц, я на него вообще не заходил и внимания не обращал. Почему? Потому что у меня был как раз таки установлен лимит в миллион рублей за год пополнения и так уж получилось, что YouTube канал, откуда я соответственно деньги беру на эту рубрику, принес достаточно много и я пополнил как раз таки этот лимит. Вот у нас сегодня чуть больше чем полгода прошло и счет пополнен уже на максимум, что можно было себе представить. Я про него забыл благополучно и не трогал, не заходил, посмотрите сюда теперь. Не трогал, не заходил, но за месяц доходность составила практически 200 тысяч рублей, там еще пара доходов не ушла, тут буквально пару дней назад было 200 тысяч рублей, я в инстаграме это показывал. Соответственно, посмотрите, миллион пятьсот было месяц назад, сегодня миллион семьсот, даже чуть больше чем 1 миллион семьсот тысяч рублей, то есть 200 тысяч рублей я получил на счет суммарный в один с половиной миллиона рублей, это 12% за месяц и эта цифра говорит о том, что во-первых, вам не обязательно иметь десятки и сотни миллионов для того, чтобы получать хорошую доходность, поскольку 200 тысяч рублей это уже существенная доходность, которые действительно можно ощутить, если первую серию рубрики я там показывал 500 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч рублей прирост за месяц, то здесь уже 200 тысяч, которые действительно можно потратить, можно пожить на эти деньги. Соответственно, я, понятное дело, их не увожу, они у меня дальше крутятся, они у меня не зафиксированы, такая, так называемая, бумажная нереализованная прибыль, но так или иначе счет подрос, в теории я могу их зафиксировать, если у меня будет такая задача, будет такая необходимость. Можно посмотреть за полгода, я за полгода, видите, получил всего 324 тысячи, из которых большую часть именно 200 тысяч за последний месяц. Почему так? Потому что еще полгода назад у меня было всего 400 тысяч рублей, и то, что я получил 324 тысячи за это время, это сопоставимо со всем моим счетом того времени, то есть помним, что когда мы только начинаем инвестировать, разгоняем капитал, первое время капитал растет за счет наших пополнений, дальше за счет сложного процента уже включается прирост на доходности. И вот яркий пример, по факту года не прошло, но уже пошла хорошая доходность, которая вот последний месяц идет, до этого ее, конечно же, не было. Тогда вот как раз-таки полгода назад были что-то по 10-20 тысяч рублей прироста, что тоже неплохо, замечательная доходность на такой-то счет, но понятное дело, что дальше только больше. То есть чем больше я пополняю счет, чем больше получаю доходность в моменте, тем больше потенциальная доходность на будущий период. Но нужно закладывать периоды просадок, понятное дело, какое-то время будут еще периоды, когда доходность будет отрицательная. Про это я также записывал видео, про риски сложного процента можете найти на моем канале. Что я делаю сейчас? Поскольку вам эта тема интересна, я это все в телеграм-канале опубликовал, все это дело спрашивал, спрашивал, что мы делаем дальше. Ссылочку оставляю в описании на телеграм-канал и инстаграм, там контента больше, на ютубе появляюсь, как видите, редко. Здесь мысли по рынку, по моей основной работе, я трейдер, по инвестициям в том числе. То есть здесь все-все-все, что может быть интересно, полезно. У нас почти 30 тысяч человек, эта цифра подтверждает, что контент интересен и полезен. Думаю, вам тоже будет актуально, поэтому подписывайтесь, тут его больше, чем на ютуб-канале. Так вот, я создал второй инвестиционный счет на Тинькофф. Я этого даже не видел, как оно выглядит. Вот он, так оно и выглядит, видимо, 0 рублей, вот он у нас здесь. И сюда я буду пополнять все то, что не влезает на индивидуальный инвестиционный счет. ИС закрывать не буду, соответственно, часть активов будет лежать там, часть активов будет лежать на брокерском счету 1, я его переименую попозже. А весь учет в одном понятном месте я буду вести в рамках своей инвестиционной таблицы, которую я введу. Она у меня достаточно большая, в том числе здесь есть распределение по ИС. В последних сериях, которые были на ютуб-канале, я дополнил портфель. Видите, что по новой акции у меня некоторых есть, соответственно, я их изначально не покупал. Но немножко диверсифицировать портфель, немножко концентрацию уменьшить стоит. Однако нужно понимать, что чем меньше концентрация, тем меньше эффект от потенциальной доходности. Ну, вот так или иначе, я должен сейчас инвестировать 448 622 рубля. Это именно та сумма, которую я заработал с ютуб-канала, которым я капнул с ютуб-канала за период моего отсутствия. И я ее, соответственно, должен распределить по данным активам. Я это сделаю в этом выпуске. Ну и, соответственно, будем дальше следить за результатами, за той доходностью, которую я получаю. Понятное дело, что поскольку рынок сейчас находится достаточно высоко, он сейчас на историческом максимуме, я покупаю акции, активы дорого. Ну и любая какая-то даже небольшая коррекция. Ну, хотя 24% можно вызывать небольшой коррекцией. Наверное, будет достаточно сильное снижение. Оно сильно скажется на моем счету. Особенно учитывая, что у меня такая достаточно высокая концентрация активов перекупленных, активов перегретых, которые могут сильно упасть. Но они быстро восстанавливаются. Я про это тоже рассказывал. Про это много видео есть на моем ютуб-канале. Вот, соответственно, риски высокие. Но так или иначе, я буду только докупать активы. И, соответственно, на дистанцию надлительно инвестировать. Эти риски сводятся практически к нулю. Даже если там будет 5-10 лет падения, 5-10 лет инвестирую. И, соответственно, эти риски нивелируются. Учитывая, что я буду покупать активы на самом снижении, даже небольшие отскоки после этого, мне уже доходность будут приносить. Даже пока рынок находится в просадке. Это все тоже нужно учитывать. Перед тем, как продолжим подарок для новых подписчиков, мои давно этим пользуются. Ребята, кто хочет открыть счет тенков в инвестициях, делайте это через ссылки в описании. Или просто даже если не хотите счет открыть, можете воспользоваться этими подарками. Получите их. Ну, а дальше уже на свое усмотрение делайте, что хотите. Ссылочка внизу будет на заказ. Дебетовые карты вам подарят 1000 рублей. Ну, карту заказывают, вам ее привозят. Буквально через день вы 5000 рублей по ней тратите, в магазин идете, и 1000 рублей вам возвращают 5000. Вы так и так потратите. Ну, 1000 рублей подарком можете получить, если оставите заявочку за 5 минут. 1000 рублей заработаете, почему бы и нет. А также я в последних видео рассказывал, что еще для желающих есть ссылка на кредитную карту. Там вам подарят аж 3000 рублей. Кредитами я не пользуюсь. Не говорю вам идти оформлять кредитки, все покупать в кредит ни в коем случае. Нет, это финансовая грамотность. Понятное дело, сами там разбирайтесь. Но если что, кредиткой можно пользоваться, как дебетовой картой в том числе. Ну, 3000 рублей так или иначе вам подарят. Для этого вам нужно будет потратить 10 тысяч по ней. Ну, в 10 тысяч вы также, понятное дело, потратите так и так. Вам привезут и дебетовую карту, и кредитную вместе. Вам, получается, 4000 рублей подарят. Почему бы и нет. Я тоже с этого копейку получу. Тут такая ситуация win-win получается. Вот. Что касается инвестиций, давайте пополним счет и продолжим покупать активы. Для того, чтобы пополнить счет, я нажимаю кнопку «Пополнить счет». Я в таком интерфейсе даже еще не работал ранее. Мне необходимо пополнить его на какую сумму. У меня здесь 6700 рублей на ИС вроде как завалялось. Я должен 441 898 рублей пополнить. 441 898, ну, давайте 99 рублей пополним. Брокерский счет пополнен замечательно. Ну, и вот такой еще комментарий дам, что я в Тинькофф Инвестиции показывал, но я ушел к другому брокеру. Для новичков, скорее всего, Тинькофф Инвестиции будет полезно использовать. И если вы будете этот счет открывать, вам в любом случае карту привезут на дом. Это необходимые условия для того, чтобы здесь работать. Ну, а так вот вы можете через ссылку заказать эту карту с бонусом. Почему бы и нет, как говорится. Все, заходим на брокерский счет номер один. У меня теперь оно разделено по двум счетам, и аналитика будет абсолютно разная. Но я ее буду в совокупности считать здесь. Напишите в комментариях, какую аналитику стоит сюда подкрутить. В частности, я думаю, размер капитала. Ну, я думаю, это я буду считать не очень часто. Может быть, месяц к месяцу, может быть, выпуск к выпуску. Я стараюсь делать выпуски каждую неделю, и будет общий размер капитала в виде. Ну, только в табличке в моей, не в интерфейсе брокера. Размер капитала, что еще можно посчитать, какие есть варианты, напишите об этом в комментариях, будет интересно. Ну, я, соответственно, это реализую, сюда тоже внесу. Будет интересно всем. По целям, значит, первая цель была 10 миллионов на счету. Она выполнена была на 17%. Сейчас она будет чуть-чуть больше выполнена, поскольку я активов куплю еще. И 1 миллион рублей доходности. Доходность я получил по таблице 322 тысячи рублей, из которых 200 тысяч за последний месяц капнуло, что интересно. Ну, вот и 1 миллион рублей доходности уже на 32% выполнен. Почти что миллион пассивно с нуля заработал. Обращаю внимание, что, в принципе, вот эта сумма, которую я сейчас наблюдаю, она с нуля пассивно, можно сказать, заработана, потому что я и так, и так видео на YouTube снимал, но подключил монетизацию, и мне там стали капать денежки. Я вот снимаю видео, как инвестирую. Мне с этого что-то капает, я это повторно инвестирую. То есть, эта сумма уже для меня как пассивный доход идет, считаете. А еще и на нее капает пассивный доход. То есть, я как бы уже сложный процент получаю, выходит. Отличная такая ситуация, win-win, где вы смотрите контент, а я с этого деньги инвестирую. Счет пополнен, у меня он находится в рублях. Давайте купим доллар. На доллар мы, соответственно, будем покупать акции USD. Ну, видимо, тут не так написать. Доллар. Я через этот интерфейс обычно не инвестирую. Доллар США нам необходим. Нажимаем кнопочку купить. Видим, что я его постоянно покупаю. Я, когда даже активы завожу к иностранному брокеру, я в любом случае покупаю доллары через Тинькофф. По этой причине тут много достаточно этих точек. Видно потом доллары я просто с вивт-переводом перевожу. Нажимаем купить. Куда? Брокерский счет 1. С брокерского счета 1. По лучшей цене. Мне в целом не принципиально. Нажимаем на всю сумму. Комиссия 110 рублей. Окей, покупаем. Видим успешную покупку. И нам теперь необходимо будет зайти в портфель и посмотреть, по какой цене этот доллар был куплен. Нужно события нажать. И в событиях вижу вот такую штуку. Кстати, очень часто... У меня была такая проблема раньше. Я решил, кстати, не так давно. Я приблизительно все в таблице считал. Но по факту нужно считать средневзвешенный курс покупки доллара. Делается это просто через среднюю взвешенную в таблицах. Раньше я этого не делал. Вот так. Давайте я сейчас занесу сюда информацию о покупке доллара по этой цене. Я, соответственно, буду вбивать данные в таблицу. Не буду вас нагружать. Это я сделаю уже после видео. Сейчас я просто куплю активов. Мы видим, что той суммы, которую я должен сейчас инвестировать, не хватает для полного распределения по моему счету. Более того, мне всего лишь нужно 0,45 акций Амазона купить. На целую акцию мне их хватает. Но так или иначе я хочу купить целую акцию Амазона сегодня. Ну, чуть больше будет, соответственно, у меня доля Амазона в портфеле, чем нужно. Но, тем менее, не страшно. Заходим в Тинькофф. Переходим назад. Переходим в каталог. Покупаем акции постепенно Амазон. Берем одну штуку. Мне это хватит надолго. Я следующее пополнение свои, получается, буду покупать все, кроме Амазона. Он на историческом максимуме. Достаточно хорошо сейчас подрос. Вышел на новый хай. Подрос аж на 15%. Не самая благоприятная точка для покупки с точки зрения рынка. Одна штука. Нажимаем кнопочку купить. Комиссия 1 доллар. Нормально. Вот комиссия еще не учитываю. Но это, я думаю, что не очень страшно и не очень сильно влияет на цифры. По крайней мере, пока что пока у меня нет сотен миллионов рублей. Потом, я думаю, тоже этот недочет, конечно, поправим. О, купил его и 0,02% сразу улетучились. То есть, Амазон есть. Идем дальше по плану, что нужно взять. Я буду снизу идти. Мне нужно взять 13. Ну, если в больших сторонах кругляет, то 13. Давайте я возьму 12, поскольку у меня на Амазон уже достаточно много денег ушло. Тер. Тер, 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 тер. Это тикер, который нужно купить. Каталог. Я пока не пересматриваю свой портфель. Я его хоть и составлял. Конечно, не сегодня и не вчера, но, тем не менее, не год назад. Это я делал сколько? Месяц-два назад. По этой причине он еще актуален. Мне нужно купить сколько еще раз? 12 акций. И 12 акций я покупаю на брокерский счет. По лучшей цене. На 12 лотов. Это 12 акций. Как раз таки 39 центов комиссия. Нормально. Заходим обратно. 12 акций куплено. 5 акций СНПС. Заходим сюда. СНПС. Далеко не самый удобный терминал для покупки акций в Тинькофф Инвестициях. Я это могу сказать после того, как я уже Interactive Brokers попользовался. Поскольку мне там нужно было покупать 500 акций по моему распределению. По моему основному портфелю я СП500 покупал вручную. Сколько еще раз СНПС мне нужно? 5. А мне доступно только 2. Да? Ну, видимо, да. Да, да. Видимо, давайте купим сначала тогда ИПАМ. Хватит ли мне на одну акцию ИПАМ? Вопрос. Вот, и тут, в общем, не самый удобный терминал для покупки. То есть, 500 акций здесь покупать я бы, конечно, заколебался. Я бы их месяц, наверное, набирал. Ну да, ровно один лот. И у меня денег больше не остается, да? Получается, у меня 200 долларов. Нажимаем купить. Одну акцию ИПАМ взял. И хватит ли мне хотя бы чуть-чуть на СНПС. СНПС. Синопсис. Купить. 270 долларов стоит одна акция. Мне недоступно. И мне еще надо было бы купить в идеале МПВР. Хватает ли мне на это денег? Вопрос. На засыпку. 385, нет, не хватает. Но окей, будем со следующими пополнениями, соответственно, добирать нужные пропорции по счету. Вот такое вот распределение. Вот такая вот ситуация. Значит, сейчас у нас сложилось. Такой портфельчик. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Ну и да, как уже я сказал, какие штуки посчитать можно и записать для удобства, для интереса, для статистики. Зачем вам будет интересно наблюдать? Какие параметры хотите, чтобы я вычитывал? Ну, кроме размера капитала. Поскольку вся статистика сейчас у нас будет разбита по двум счетам как минимум, я ИС буду вести продолжать, поскольку там будет налоговая льгота после того, как я его закрою через определенное время, вроде как 3 года. Вот. И, соответственно, чтобы не было такой раздробленной статистики, я буду ее вести у себя здесь в таблице. Соответственно, что вести, напишите. Будет интересно посмотреть. Ну, дельта общая по доходности, она, соответственно, у меня тут и так считается. Единственное, что я тут дивиденды не учитываю. Она, дивидендная доходность, здесь как доходность в таблице у меня никак не отображается, хотя дивиденды все-таки приходят. Вот это, конечно, важный момент, с которым тоже, ну, давайте тоже запишу, дивиденды под знаком вопроса. Я даже не знаю, на самом деле, кем вы разом это указываете. Просто вручную вписывать каждый факт получения дивидендов или что. Вот. Кто таблички ведет, как вы указываете дивиденды, например, тоже мне скажите. Я в основном портфеле своим тоже дивиденды не указываю, хотя, наверное, надо было бы. Они все-таки побольше, чем комиссии, и это все-таки не та доходность, с которой можно пренебречь. Если я комиссиями пренебрегаю, поскольку они сводятся практически к нулю, стремятся к нулю, то, ну, дивиденды, это, конечно, важная вещь. Вот. Ну, такие вот пироги, получается, у нас. Будет интересно посмотреть, когда у меня эти счета дорастут до размера моего основного портфеля. Вот можно даже посмотреть, давайте, статистику по моему портфелю за все время. Я вообще в Тинькове с мая 2019-го, два года всего лишь. Да, вот я, конечно, через Сбербанк инвестировал. Вот. Интересная достаточно статистика. Кто-то купил квартиру. Прикольно. Окей, всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь обязательно на мои соцсети и другие. Там контента, напомню, больше. Ссылочка в описании. И в описании подарки для новых подписчиков. Кто еще счета не открывал, кто еще карты не заказывал, можете вот 4000 рублей заказать. Многие мои подписчики пользовались вот этой штукой, 1000 рублей получали в подарок. Можете там в комменты тоже написать что-нибудь. Мне будет приятно. Кто воспользовался, кто получил этот бонус. Ну, вот кто его не получал, можете еще 3000 получить. Хотя, кстати, возможно, вам и кредитную карту с подарком доставят. Тоже попробуйте, если у вас есть уже счет в Тинькове. Если вы карту получали от 1000 рублей, плюсом имеете. Может быть, вам еще вот это будет актуально. Хотя, я не знаю, может быть, для вас бонуса, к сожалению, не будет. Я в этом не углублялся. Ну, посмотрите. Может быть. Может быть, вы тоже подарок получите. Ссылочка будет внизу. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok